Силы не хватило ему, хотя он был очень сильный. Районный суд вынес приговор три года условно. Вот у нас осталось сколько? Одно судебное заседание, и оно будет последним для нас. Судья поставил меня как первоклассницу и отчитывал. Простите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья Петровна. Я представляю интересы своего сына, который погиб в автомобильной катастрофе, но перед этим у него произошел конфликт. Как вы сами понимаете, конфликт вот ни из чего, дворовый. Было сделано замечание человеку, который перегородил все во дворе. Нельзя было проехать ни вперед, ни назад, никак. Он сделал замечание. Из-за слов, которые мой сын сделал замечание, вот этот второй человек, негодяй я его называю, просто негодяй, достал травматический пистолет и стал стрелять в сына. И не просто куда-то, а стрелял в лицо, попал в шею, попал в грудь, все прострелил. Вот, сын попал в больницу. Ему делали серьезные операции, потому что пулевое ранение в грудь, вскрывали грудную клетку, потому что пуля прошла под грудину. Была серьезная, серьезная операция была. Но когда начались следственные действия вот с этим негодяем, то все было представлено в каком-то, ну, в таком, знаете, в детской игре какой-то непонятной. Ну, и что? Ну, и популял, ну, и пострелял, ну, и что тут такого? Ведь ничего там вот такого серьезного-то не было. За слова, понимаете? Я понимаю, если бы оба мужчины вышли с какими-то действиями такими, противоправными, ну, за слова, зачем пистолет-то доставать? Ну, будь ты мужиком, ну, ответь на слова словами, тоже такими же, там, нехорошими. Вот это судебное заседание со стрельбой тянулось очень долго. На нем был мой сын, несколько заседаний прошло, они друг другу рассказывали, доказывали судье, все показывали. А потом заседания начались откладываться, вот одно за другим, буквально 5 или 6 заседаний было отложено. И за это время мой сын попадает в ДТП, когда выезжает на встречку машина и бьет об панели, он разбивает грудь. И я просто, вот от врачей, врачи говорили, что когда они вскрыли грудную клетку, чтобы делать прямой массаж сердца, они видели вот эту травму, которая была нанесена, и в результате чего приходилось вскрывать эту грудную клетку. То есть ничего не срослось, это прошло буквально только 9 месяцев после вот этой стрельбы. Вот, ну вот мой сын погиб. Силы не хватило ему, хотя он был очень сильный. Молодой человек занимался спортом. Простите, пожалуйста. Ну, мне пришлось защищать его в районном суде, так как вот он потерпевший, пришлось мне ходить. Районный суд вынес приговор 3 года условно. Хотя, ну, я так понимаю, по юридическим канонам это нанесение легкого вреда здоровью. Хотя имя было, вот этим негодяем было заключение сделано, что это был легкий вред. Судья запросил, почему тяжелый вред. Выходил в суд врач, который делал операцию и принес заключение. Да это тяжкий вред, нанесение вреда здоровью. Почему вот за то, что они обманули суд, принесли вот это легкий. Почему за это ничего, люди не наказываются. Вот с этим приговором мы были не согласны. Подали апелляцию в областной суд. Вот в областном суде прошло только одно заседание, на котором судья поставил меня как первоклассницу и отчитывал за то, кто я есть. Почему я представляю потерпевшего, кто я есть. Ну, вот я начала объяснять, что я мама, что так и так вот произошло. Он не может присутствовать из-за того, что его нет уже в живых. Ну, вот эти документы я теперь понесу на второе заседание. Но я так думаю, что все и кончится на этом втором заседании. Так вот этот негодяй и останется безнаказанным. И будет вот стрелять в других молодых ребят за то, что они делают ему замечания. Наверное, это что-то детское у него. Хотелось обратиться, чтобы вы меня поддержали, чтобы было вынесено справедливое решение. И человек этот должен понести заслуженное наказание, что больше от этого никто не пострадал. Меньше года назад Саня умер. Погиб в автокатастрофе, в автомобильной аварии. И на этом вообще все прекратилось. Такое ощущение, знаете, есть такая поговорка, нет тела, нет дела. Но только это неприменимо тогда, когда у человека столько близких. И все эти люди, они хотели бы видеть правосудие, видеть то, что после того, как человека не стало, судья не плюнул на все. Понимаете? А сейчас возникает ощущение, что судья просто наплевал на дальнейшее дело производства. И на этом все закончится. Есть подозрение, есть такое ощущение, что вот у нас осталось сколько? Одно судебное заседание, и оно будет последним для нас. И в преддверии мы решили записать это видео, чтобы, может быть, как-то переломить ход этого дела. Спасибо.